Девчонки, всем привет! Сегодня будет видео о том, как я поддерживаю, в принципе, загара в то время, когда я не загораю. То есть, да, ну, не летнее, скажем так, время. Этот запрос мне был уже оставлен очень-очень давно, и, кажется, я его немножко просрочила. Ну, 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 это была не я. Но, в общем, сейчас весна, и эта тема, мне кажется, до сих пор актуальна, потому что все равно не имеется возможности постоянно где-то загорать, да. А я, в принципе, раньше любила солярии и загорала весной в них, но потом я поняла тоже, что для моей кожи все-таки это вредновато. Потому что, как многие из вас знают, у меня есть такое заболевание, как витилиго, это, скажем так, это диспопигментация кожи, то есть есть определенные участки на теле, которые не насыщены меланином, то есть вот, в принципе, что дает этот загар. А я с этим заболеванием уже давным-давно борюсь, и, к счастью, вроде, тхтутфу, я его побеждаю. Но, по-всякому, мне нельзя по идее ходить в солярии ни в коем случае, потому что может развиться рак кожи. Но я человек, который, как бы, верит всегда всему на авось, в том плане, что если чему-то суждено случиться, то и должно случиться. Поэтому, в принципе, в предыдущие годы весной где-то я раза, ну, я в течение одного месяца раза четыре ходила в солярии, и приобретала такой, скажем так, легкий немножко загар. И, в общем, мне не всегда хотелось ходить в солярии, потому что я понимала, что есть такая опасность для моего здоровья, и что я сама его подвергаю, и, в общем, мне это не нравилось. Но, по большей части, это происходило из-за того, что в своей жизни я припробовала просто кучу автозагаров, и я от них была просто... Просто я их ненавидела, потому что я начала вообще с автозагаров, отдав, когда они только появились на рынке, в принципе, это, мне кажется, мне было лет 14-15. Это были обычные крема, такие для тела, которые содержали в себе автозагарный эффект, да, загарный эффект, наверное, так. Он ложился дикими разводами, очень плохо впитывался, вонял автозагаром, и, в общем, лет, наверное, 5 я искала свой автозагар, и в итоге его никак не нашла. Я перепробовала гарнир, дав, такие автозагары, как... Я уже даже не вспомню. И была еще какая-то марка, такая, скажем, из масс-маркета, которая делала автозагар. Не знаю, может вы вспомните, я уже, честно говоря, не помню. Но бог с ним, многие автозагары, кстати, из тех, которые я пробовала, потом уже не оставляли разводов, но меня всегда смущал очень запах автозагара. Вот такая же ситуация, она произошла в салфетках от Бронзиады. Они мне очень понравились, они мне не оставляли разводы, а были один единственный развод, и то это был мой косяк, это вот здесь вот, и то потому что я потом влажной рукой нечаянно почесала шею. Вот, и все эти автозагары, они именно пахли автозагаром, вот, ну, вот этого специфический такой вот запах жженой, противной кожи, я его терпеть не могу, у меня аж прям вот дурно становится. Ну, естественно, у меня ничего больше не оставалось, кроме как либо ходить в солярий, либо лететь отдыхать. В принципе, варианты неплохие. Вот, я либо летела отдыхать, либо ходила в солярий. Вот, но даже несмотря на то, что я слетала отдыхать в этом году, зимой как раз-таки, вы знаете, да, что подмоскованный загар на теле, он держится полгода, а загар с юга, лично мне, он держится максимум в месяц, то есть это действительно, это максимум. Потом я точно такая же, как вот становлюсь до поездки. В общем, мне это совсем не понравилось, я у меня как раз-таки из, по-моему, какого-то то ли эль, то ли глэмбокса, честно, уже не вспомню, по-моему, из эльбокса, был автозагар от Trendy Sun в оттенке, по-моему, Бали. Да, у меня еще есть тут. Вот. И он мне очень понравился тем, что, вот вы можете спросить у многих блогеров, не только это мое мнение, очень достойны автозагары в плане того, что они не пахнут автозагаром, есть совсем-совсем чуть-чуть запах, который даже я переношу с моей гиперчувствительностью какой-то, у меня не нос, а, не знаю, локатор, ну вы сами, наверное, видите. Вот, и поэтому с моей даже гиперчувствительностью ко всем запахам я совершенно спокойно его переношу. И что мне нравится в нем, он вообще не красит одежду, он его вот как вот нанес, можно, в принципе, сразу одеваться и выходить из дома. Я его наношу обычно на ночь, у меня уже сейчас появился второй бутылок в оттенке Куршавель, потому что Куршавель, он посветлее, а Бали он потемнее. И Куршавель, он больше мне подходит именно как вот натуральный, как вы меня видите сейчас, на самом деле, по идее, в жизни, если бы я вообще ничем не пользовалась, я была бы намного светлее. Вот, да, то есть я такая вот типичная белоснежка. Могу сказать, что вся линейка, допустим, от Трендисан мне нравится. У меня, в принципе, очень много от них продуктов. Есть вот такой вот эксфолиант, крем для тела, есть пена для душа, это не пена для бритья, это именно пена для душа, есть мусс для тела. Вот эти продукты, часть нравится, часть не нравится. Сейчас я вам объясню, почему. Почему? Допустим, вот эксфолиант я бы еще раз не приобрела, потому что мне у него совсем не нравится запах, и у него слишком мелкие частички, которые мне, в принципе, на коже вообще по нулям. В чем суть, как бы, этого эксфолианта, и почему он у меня появился? Его нужно наносить перед, нужно им скровировать кожу перед нанесением автозагара. Все очень просто, для того, чтобы автозагар лег ровно. Вот, дальше, крема в основном и мусс, это для того, чтобы автозагар дольше держался на теле. И вот именно этими двумя вещами я и поддерживаю свой автозагар для того, чтобы не постоянно им брызгаться, там, не поправлять ничего. Что еще, кстати, мне безумно нравится, он, вот весь этот автозагар, он сходит, будет очень много слова автозагара, я сразу предупреждаю, потому что говорить загар и автозагар – это две разные вещи. И что мне нравится в этом автозагаре, он не сходит пятнами, он сходит, как вот обычно, если вы обычно позагорали на юге. То есть я вот даже сравнила, как я прилетела, да, из Египта, у меня вот как загар свой сходил, и точно так же вот дальше сходил, как бы, автозагар. Еще у меня был один забавный опыт с нанесением автозагара. Я ходила в студию загара, ну, или студию красоты, проще сказать, лета, находится на Арбате. Не знаю, девочки из Москвы, если вы когда-нибудь там были, отпишите мне внизу, вообще, как вам впечатление. Мне наносили автозагар полностью на все тело, то есть это происходит процедура минут, наверное, за пятнадцать, и за пятнадцать минут вы становитесь негром фактически. Очень забавный именно, очень забавный результат, такое ощущение, как будто вы реально вот так вот раз, и все, и приехали с юга. Вот, но пахнет он, в принципе, ненавязчиво, да, то есть не было такого прям тошнотворного запаха, совершенно нормально, но было такое неприятное, скажем так, воздействие, пачкалась одежда, то есть вы не можете сразу на себя надеть что-нибудь и пойти, да, то есть вы надеваете на себя, естественно, что-то, чтобы выйти из салона, но потом эту вещь придется стирать, потому что вещь испачкается автозагаром. Автозагар не сойдет, но она испачкается. Вот, слава богу, у меня все вещи потом отмылись, и тьфу, тьфу, хотя я была вообще в белом, в белом. Вот, ну, не знаю, как-то мне больше нравится использовать все-таки вот автозагары дома, как-то и попривычнее, в том плане, что ты не обязан там никуда приезжать, но единственное, что в салоне несколько проще именно добиться быстрого оттенка, вот, тут, конечно, придется оттенок отбиваться несколько дольше. Ну, не знаю, мне вот больше нравится в тренисанном доме себя пшикать, и, в общем, ни от кого не зависишь, да. Да, в общем, девочки, которые меня просили рассказать про то, как я поддерживаю загар зимой, вот оно. То есть, ничего сложного, я пользуюсь, допустим, тренисанном, и есть еще, насколько я помню, загары от Сантропе, тоже неплохие по отзывам, посмотрите их, если вам интересно. Потому что, ну, я, честно говоря, не вижу смысла лично для меня покупать такие автозагары, как, допустим, Герлен или Ланком, потому что, ну, мне кажется, что легче куда-нибудь слетать. Да, вот. Поэтому я надеюсь, что чем-то помогла, что закрыла для основы, хотя навряд ли. Вот, но вы просили, я рассказала, да. Вот, я вас всех очень сильно люблю, всех целую, и всем пока!